всем привет мы продолжаем проходить 9 original 7 и в этом эпизоде нас судя по всему ждет испытание непорочных но потому как у самит кто-то не был ты куда подожди стой ты же искать источника а судьба улыбнулась мне я спасен они идут за мной они знают что я бежал они не остановятся пока не разумеет меня на двое не осквернят мои остатки темной силой а кто именно придет за тобой секта тайны сердца непорочных дьявольские пастыри ведущие свою доверчивую паспу по черной дороге источника они не остановятся пока не убьют меня если не хуже кто ты я саммит когда-то скромный шахтер когда-то убежденный непорочный а теперь беженец лишившиеся религии дома расскажи мне о непорочных когда-то я считал себя одним из самых преданных последователей богини настолько преданным что я быстро поднимался по ступенькам иерархической лестнице и наконец узнал все сокрытые ритуалы непорочных но со временем я узнал слишком много когда мне было позволено войти в священный камень главное поселение непорочных я с ужасом увидел как наши просвещенные предводители практикуют самую черную магию источника я немедленно доложил об этом наша верховная жрица леди оттенберия никогда не забуду ее смех безжалостные дикие она оказалась одной из них из колдунов источника я бежал из этого ужасного места так быстро как только мог и теперь тебе нужно сделать то что не удалось мне положить конец тьмы которая погубила путь непорочных уничтожить источник который оскверняет его ты упомянул священный камень как найти эту деревню чтобы попасть в этот гадюшник все нужно стать одним из нас то есть одним из них поговори с логиком жрецом непорочных из город как севера отсюда silver glen так он называется логик с радостью примет очередного неофита после посвящения тебя пустят священный камень тебе известно где искать белую ведьму ведьма юхижна в двух шагах отсюда смотри ходили слухи что странные молчаливая хранительница лукул и сама была колдунья источника но теперь я в это не верю ведь в таком случае непорочные должны быть ее союзниками а не врагами как выяснилось эфи лично приказал захватить ведьму изолировать ее любой ценой не знаю за что но если эти демоны считают ведьму врагом значит всем остальным она друг я ухожу от имени всех добрых непорочных не знающих о темной сущности своих пастырей умоляю тебя раскрой правду об этой секте многие из нас искали только духовности даже не подозревали какую цену придется за это заплатить вот так я поначалу подумал что это чувак типа проверка непорочных то есть он такой у искателя источника ла-ла-ла сейчас там типа враги не враги об гнездо гнездо можем разграбить с вами гнездо что остается надеяться что это обычное сорочье гнездо слышишь он сказал что здесь есть кто-то по имени отенбера надо найти эту деревню священный камень если там правит отенбера значит джарета забрали туда похоже эти непорочные совсем не такие как предания это точно это уж точно мадора веди нас вперед так вот что он типа пройдет за нас такой спасите помогите непорочно выбегают а мы такие ага а чувак сзади достает нож и такой тоже ага и вот стоять во имя богини не смей ступать на путь непорочно почему ты меня не пускаешь те что гнили уши съела это дорога непорочных они можно пройти только с благословения логика мне удалось пройти экзамен логик меня благословил я удалось пройти проверку это значит что у тебя впереди настоящие испытания поздравляю ты можешь идти дальше но будь начеку песках водятся злобные твари найди каменный череп но точнее не ходи если только не хочешь встретить врагов которые не приснятся тебе даже в худших кошмарах как думаешь у меня хватит сил пройти этой дорогой я очень рад что твои силы мастерство скоро послушать нашему делу да на мой взгляд ты вполне справишься с этим испытанием я ухожу непорочные непорочные слушайте перебить бы их все равно же никто не видит правда не видит же никто вот шахту под земель из потанифку но нам опыт это не дали дуэлянт жрец давайте тогда начнем с хладомага вот что я думаю плюс у нас есть возможность с вами оббавиться так только близко к хладомагу стоит почему мы управляем кларель я мадурят мадурой сказал да ну что дункан теперь стоит не очень ладно дункан вот сюда отлично и ну попробуем просто непорочными особой любви не испытываю хотя мы его баб не мнение так не пойдет а давайте баф ним мадуру сейчас всем то есть благословлению корма отшельника вернее да то есть там начнет вести и на мадуру мы кинем вот эту штуку чпок чпок и посмотрим насколько она сможет ему сходу вломить клещем ударом и больно осторожнее ладно сейчас серьезно ну допустим счет хочет тут нагадите свалить по тихому нет уж мой суд будет быстрым и справедливо о с первого раза она не поняла намека вы понимаете ладно ну просто реально без экспы меня оставить хотели что за непорядок эти вот этим ребятам вот сюда мы нальем масло вот так это кто от непорочный стрелок до стрелок если выстрелит то быть беде но очаровывающий стрел у нас остались неужто у нас не осталось очаровывающих стрел есть наконечники 1 давайте попробуем если он будет сражаться за нас нам в общем то будет попроще слово птичка но и хладомагу глупим ну и вот этого тоже ух ух не жалею ни разу это стрела себя окупила модорку ну давай баф и я надеюсь вот это не баф нет не это это же временный союз холодом а по 4 550 топ но естественно в общем то я не расстроен нашим предательством ни разу как бы за такую экспу в общем то стоит и предать но и тем более предать непорочным хорошим хору и а замедление плохо ну 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 давай 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 а она пыталась переочаровать нашего чувака паузы с not what i was planning for он ну допустим не очень хорошо как-то вышло дынче и еще дынче не будет печать смерть не действует жаль стать если бы он ее за нас прибил было бы очень удобно ладно я хочу вот этого хладомага все-таки прибить до того как он сможет что-нибудь сделать давайте тогда я дам его пульнем отлично то что надо я надеюсь что лекарь снова не будет лечить бордадир не попадает сюда мы стрелять не будем давайте потратим тогда разрывную стрелу одну чтобы вот этих ребят еще и поджечь них горение по диску так а наш наша юная помощница уже не наши ну ничего мадор давай во бомбел этот пониженной броней но вот эту штуку я бы хотел прибить 1 все таки потому что она будет нам потом этими стрелами докучать очень долго у нас молнии но ка проверим их оглушение не действует но я думаю после хода мадора уже там будет все равно горит таки горит а мадора кстати сможет следующий ход поближе подойти и просто вертухой тут всех снести чет чувак очень сложный задумал стратегически прямо это стратег уровня бог давайте вот сюда паука вызовем чтобы вот эта лучница не скучала это только что вот отлично смогли прицелиться жалко бордадир замедленно но допустим вот эту штуку запустить может отлично мадоркус мадоркус давай еще и стул разнеси свой а вот так а вот так получается держи прелесть какая прелесть какая и они хотели меня оставить без этого боя сволочь ладно тонком а думка может кстати еще и паука уси но он давайте у нас паук будет основным нашим сражателем в этом бою ну ка клятва оскорнение он как не искал что прям фантастика но все равно как урона нам она отбегает от паука и счастье вкусит на нем это дает всем нашим зато шанс стрелять по ней спокойно и кроме паука судя по всему ничего не волнует ты друг дойдешь но дойдет как минимум дойдет только не взорвив вопрос снят он взорвал после пота для пота какая смотрите у нас уже опыт подходит к тому что мы получим с вами следующий уровень так почему не полоска была белой я не понял возможно какой-то графический глюк ну что паук давай покажи нам как ты можешь и прикончить сушки но я считаю отлично мы с вами почти это почти дошли до следующего уровня средняя зелье лечения давайте вот сюда дадим и звездной пыль ну и плюс вряд ли не порочные что-то хоть слышали об этом боя соответственно весь этот опыт идет к нам в копилку а у нас с вами но пострадала только немножко прочность нашего вооружения кролище нора у и что же вы тут припрятали мистер пушистый хвостик у ю сейчас серьезно надеюсь хоть на этот раз нам не придется ничего платить я не стану иметь дело со всякой чернию приведи своего господина или сгинь ооо он торговец граната любви он вольный торговец плюс один интеллект а что у дункана за кольца ну например плюс ловкость плюс интеллект плюс восприятие то есть дункану вот это кольцо зайдет на 1 давайте с ним поговорим может он ну да можно его было бы прибить но но кто так делает проще дороги человеческая тварь ты так воняешь что глаза слезятся кто или что-то свиношкур я бы не стал ссориться с рассказом если не хочешь отбиваться от легионов восьминогих друзей которые готовы выполнить любой мой приказ если тебя интересуют лучшие гоблинские товары в ревелоне получше иди отсюда твой вонь просто невыносимо значит здесь есть пауки да свиношкур они здесь главные но только не в деревне гоблинов конечно однако мы прекрасно знаем как обращаться с королева пауков это очень полезное знание в этих местах и ты скоро об этом узнаешь но полагаю полагаю что мешок содержащий то есть еще 300 полновесных золотых может меня переубедить если добровольно расскажешь все что тебе известно то я возможно потрачу даже больше 1300 золотых на твои товары да ну нафиг не мне мне так не устроил внезапно мы выиграли со свиношкур я прежде всего деловой гоблин так что давай заключим сделку вот что я знаю королева пауков не так уж отличается от других монархов то есть крысо пус она обожает весь и все ну так я хотел дункану купить вот эту штуку потому что все таки интеллект остальное у него все но относительно шляпная до измущенная душа чародейский посуд круче дункановского но у дункана там чистому из-за лидерства пока что держим его лады а что у нас есть по цене в золоте дунканом уж все продали хотя нет есть прочный балахон какой-то шняжный щит в офисах это нам нужно это нам не нужно вот это вот это сапоженьки остальное может пригодиться для крафта но и уравновесие да идет все так у дункан интеллект был 14 и стал 15 суперски а что ж ну торговали так поторговали но и не понимает испытания я помню что кто-то из вас мне писал что в итоге от пауков устал банально возможно это тот самый момент уек пыльная буря что случилось с густыми и сами лукулы эти равнения опаснее чем кажется на первый взгляд определенно опознаем но стоп плюс 2 то ли сман удачи такое тоже бывает прикольно а что у мадора за пояс взлом инициатива это у кого кстати это у мадора что инициатива ей неплохо так хорошо а если вот здесь крепость тела а ничего не дает хотя но инициатива падает и все вот ладно а забудем пока об этом посмотрим что у нас тут а тут у нас ветра и подземелье испытаний левой части держаться до левой стороны не здесь куда-то а до суда и стоп-стоп-стоп я вижу красного паучь яйцо но комодор пусть у нас будет полноценное сражение ладно предположим но ослеп как она увидела я не знаю но сейчас она явно слепее чем был до этого мадор ну а мы все заметно юшки матч вот отлично одолели яйцо нам за это правда ничего не дает но подозреваю что вот пещерка испытаний то вот она и тут трубки замотанные папа раздувшийся труп да стоп а что нам надо было с вами сделать нам видим над зайти вот еще ну пошли вместо зловещих испытаний так а причем мы с вами оказываемся где-то в середине да да посмотрим на карту ну не зря не зря смотрите кому суда зашли очень тут боченька у замедляющая стрела прекрасно и гранат это мы хорошо с вами посмотрели так я так чувствую что сейчас мы здесь пауков встретим на всю оставшуюся жизнь но с другой стороны пауков когда бьешь из них льется яд я прекрасно горит и помоги я заблудился мне нужно тайную деревню непорочных я правильно иду ты знаешь я не знаю послушники добро пожаловать в коридор рока здесь начинается прелюдия к очищению идите вперед и примите то что вас ждет здесь на все проходили или все-таки они узнали в нас искателей источника и отправили в эту вот чертову местность просто погиб деньги ладно я молчу я молчу все неплохо 5 счет тут на земле камень просто камень идите вперед ну что идем вперед а там там же алтарь может здесь этот уют так идите вперед допустим о а нас не травит при этом я нас при этом яд не травит это очень странно менди что-то стоп менди где-то мы слышали это имя прочесть ха менди одержал еще одну победу за знайка лоик согласился вступить великолепную пятерку взамен он потребовал всего лишь пройти ритуал посвящения в свою странную секту ерунда я с легкостью справлюсь с глупыми испытаниями а потом у меня будет еще один кретин готовы выполнить любой приказ похоже я рано радовался странная болезнь разъедает меня изнутри если они выйдут из этого подземелья передайте содержимое тайника возле пня рядом с ревущим троллем моей маме греги из гу кругом а скажите что менди и любил открыт секрет послушники добро пожаловать в комнату испытаний только те кто выдержит груз знаний увидят как перед глазами исчезают стены невежество стоять враги поставили ловушку наносит 1 единицу урона пустотой пока запас здоровья не достигнет единицы серьезно ну допустим эту гниль а 100 у нас же есть очищающая вода да сейчас проверим срань и гниение простите меня написано что гниение тоже с нас снимается хорошее блин испытания а мы можем их больше собрать вот этого гниения чтобы она закончилась конце концов и но она снимется нет или она постоянно на нас висит это вот то про что вы писали что у меня от этого будет припекать потому что возможно уже припекает а здесь мы можем открыть заперта бомбел судя по всему нам с этим жить какое-то время я честно говоря не фанат ну то есть кажется урон мизерный да но все равно это вызывает раздражение черт побери главное больше не начали ладно видимо придется проходить испытания что поделать блин дурацкая штука ну то есть мы можем это все дело отлечивать то легко но теперь постоянно придется ходить и лечиться чертовы статуи чертовы непорочные вообще жизнь несправедлива так вазы вазы и кнопку ой и кто-то наступил на кнопку о щелк сто процентов не знаю тут как-то это обычно видишь кнопку нажми на кнопку получишь результат так сюда 200 процентов это что 200 процентов что такое 200 процентов объясните мне это и это я так не могу но серьезно нас завели в донжон ну ладно мы всегда можем телепортнуться отсюда вот это радует но тут не врагов не нифига еще кнопка что вот и возьми деньги отлично 60 процент может вот от от 130 процентов 200 плюс процентов слишком высоко но возможно все как на я не знаю я не знаю что мы здесь делаем и зачем мы здесь делать в этом есть определенная беда потому что если бы мы знали что о возьмем было бы гораздо легче блин вангу что да именно об этом проклятие вы мне и говорили оно дурацкое но зато станем непорочными кстати нас же потом должны кровавиком от гнили и излечить или нам самим придется это сделать как бы то ни было так здесь у нас целый тотем а еще как эта штука так а здесь чего а здесь барьер ваза чпок что где 200 плюс процент 200 плюс процентов 200 плюс процентов хорошо где-то возможно еще кнопку мы упустили тогда 200 плюс процентов значит здесь нам надо еще доложить вот 200 плюс процентов там что поменялось нифига там не поменялось кайф ничего не могу сказать и как бы что там какой-то барьер тут у нас вазы 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 тупик и барьер у нас а у нас с вами могло остаться это заклинание развеивания барьера от барея может она нам здесь поможет а здесь вниз проход тырырын и тупичок кнопку я не вижу должна же здесь быть кнопка чертово проклятье это как знаете у вас проклянуто вы раз в минуту будете терять по копейке своих денег и вроде как и сумма смешная но то есть да а все равно будет на голову дави вот так же и тут один хп там сколько-то времени меня не смущает меня смущает сам факт и то что я не понимаю как нам этот барьера да о ага все это видели он только что пропадал а у кого заклинание может быть то самое наверное у дункана это видимо чисто барейское заклинание так что мне показалось что он пропадал до такое ощущение что он вот-вот-вот пропал или типа он так входит в кадр а можем кого-нибудь туда перекинуть давайте так дункан ой вот так вот вот так вот блин не зоны видимости так печаль узкос печаль узкос а нет стоп цель вниз он и ну-ка лорель полетели полетели не летится а вот а там их дофига это не один барьер их 4 хорошо если мы вот это вот снимем все все равно он давайте тогда обратно поставим подозреваю что у вас нужно а может крыса нам подскажет крыса стой 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 по кликну не кликнул и пенели ужасно на говорят что брэндон возится с ней не обремя остается целым и невредим ага некто брэн ладно давайте вернемся назад единственное что у меня задолбал и мина вот давайте и снесем а если там дверь не открылась на 200 плюс процент а может мы ее сможем разбить чем-нибудь тоже же вариант хорош и да этот чувак это один из великолепной пятерки но хотя бы у нас есть его тайник хоть как-то он короче отплатит за свои злодеяния а здесь у нас что здесь есть рычаг а почему бы радиста гнильник хватило а запер ну давайте попробуем хоть чем-то не пульнуть выйдет не выйдет не знаю не вышло не вышло ладно а возле начала тут нифига больше а знаете что я так смотрю на время эпизоды поняла штану подошло к концу ну да идите вперед а вот поэтому давайте я наверное попробую вне эфирного времени поискать решение а мы с вами встретимся в следующий раз тем более уже ну довольно таки поздно и меня клонит в сон я далеко не мыслит поэтому спасибо миша лебедеву миша фамина у зуклики андрея фиолетового максима ваваева константину захарова алексея смирновую дарду бабушкину за то что продолжают поддерживать канал ну и всем вам огромное спасибо что приходите смотрите эти прохождения ссоре эпизод получился немножко дурацким потому что я тупил бегал кругами но я не я правда не знаю что делать ладно может быть следующему эпизоду разберусь а пока на этом все всем удачи счастливо и до скорой встречи пока пока